Пойдем. Что, друзья, доброе утро. Мы проснулись, спали. Я замечательна. Ты как? Я тоже. У нас с тобой много на контакте пока получаются такие спальные места. В Саранске было такое время. Ну, вы видели, в общем. Это же не будем мы долго рассказывать. Да, здесь такая свиненькая. Красота, свобода. Да. Помыли, зубки почистили. А теперь мы идем завтракать. Доброе утро. Доброе утро. Можно я немножечко? А, да пожалуйста. Расскажу. И тебя. А, мясо. Конечно. Вот наш хост. Дима. Дима, здравствуй. Здравствуй. Нам Юлечка приготовила завтрак. Юля, жена Дима. Она уже ушла на работу сама. Позаботилась о нас. Это вообще так жило. Супер. Юля просто. Придет, надо будет ее еще раз отблагодарить. Вот. Мы садимся кошать. У нас сегодня какой-то посмурноватый день. Самое время погулять у воды. Да. Очень довольно холодно, но мы так пройдились. Утеплились. И вышли на набережную реки. Какой? Сура. 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 Будем по ней гулять. Пойдем. Пойдем. Здесь нужно очень осторожно гулять с маленькими детьми. Потому что один шар. И вы уже в воде? Ну я, кстати, не согласен. Здесь можно гулять с ними менее осторожно, чем там, где набережные более высокие. Тут их легче достать потом. Ну... А если они прям топориком на дно? В любом случае, если у нас любой набережный топориком на дно, то это плохо. Это да. Ну вот. Кстати, еще на один набережный установлен вот такая вот стелла просток. И внутри нее заложено письмо потомкам. Ну это тоже памятник Великой Отечественной войны, да? Ну да, скорее всего. Ясно, понятно. Идем дальше. Ха-ха. В общем, мы тут сидим и наблюдаем, как плывут огромные черные тучи мимо нас. Вчера они уже испортили нам одну прогулку. Не хотелось бы, чтобы это повторилось сегодня. Да? Да. Ну, мы все равно не расстрелимся, если пойдем дальше. Нет. Нет. Ну, мы нам огнем. Нет. Нет? Да. Отчаянный пензи явно лучше, чем в Ульяновске. Проверено на себе. Вышли мы на мост Дружбы, построенный в 2008 году. И чё-то он так выглядит для 2008 года очень ненобым, скажем так. Притом там на входе вот эти оградительные знаки говорят о том, что надо быть осторожным, опасная зона. Да. Мы решили показать вам мост Дружбы со всех ракурсов. Значит, вот он под весной, тут нет никаких опор дополнительных, только сверху натянутый трост. Ну, а еще из новостей, пошел дождь, и мы решили тут поназаде. Нет, это наша крыша теперь. Да. И наша крыша небо голубое. Оно пока не голубое, поэтому мы под мостом пока не голубое. Ну ладно. Ну чё-то. В сегодняшний день нашей свадьбы тоже был дождь. Вот видишь, небо плачет дождем. О ней и о нем. В смысле? Ну, от радости, это следует счастье. Это да. Весьма странная на наш взгляд композиция, но ладно, пусть будет. Ребят, ну это просто попадос какой-то. Снова пошел дождь. Нам пришлось резко прятаться, искать крышу, потому что если мы промокнем, это будет ну вообще не айс. Да, погода сегодня явно не располагает с голубым прогулком, погода, да? Ну да уж. Ветер и дождь, и небо, оно прям вот все будет какое-то серое начинается. Если вначале были хоть облака плывущие, то теперь там, мне кажется, чем дальше, тем у нас все время. И дождик просто стеной. Конечно, на камеру будет не видно, наверное, но вдруг. В общем, мы сейчас вот эту волну хотя бы переждем, будет какая помельче, пойдем дальше. Когда дорогу перестать можно? Не знаю, Ань. На светофорку смотри. Ну какой? Вот на этот. Ну какой? Когда мне можно дорогу будет перейти? Ань, ты видишь, что это не пешеходные светофоры? А зачем тогда он тут стоит? Не знаю. Так захотелось мэру в городе Пензе. Дальше. Он увидел такое дерево в Лондоне и захотел, чтобы в Пензе тоже было дерево светофоров. И спиртил идею Фондона? Да. Получается он вор? Получается так. Теперь мы все знаем, что морг города Пензе вор. В общем, ребят, это еще одна интересная композиция города Пензе. Дерево светофоров. Как по мне, прикольненько. А как тебе? Ну это лучше, чем памятник какому-нибудь то лица или какого-нибудь то человека. Которого мы не знаем. Которого мы не знаем. Да и вообще, чем просто памятник, ну... Обычный. Обычный. Да. Обычный. Вот. Очень хороший стол, кстати. Обычный. В общем, ребят, ну так-то мы ходим, весь день гуляем, смотрим город. Но должны признаться в том, что лично для нас с Сашей кажется, ну, не очень интересный город. Довольно мало таких достопримечательностей, которые нравятся нам. Потому что все эти памятники, церкви, их тут очень много. Но лично нам это не очень интересно. И вот что-то такое вот необычное, мы поэтому вам показываем. То, что нравится нам тут, этого очень мало. Да. Да. И, пожалуй, наверное, все покрасно, что тут есть, мы посмотрели. Однако мы будем ходить гулять, и если вдруг... Ну, как всегда. Да. Да. А мы пошли. Да. Ну что, ребят, хоть наше путешествие и супербюджетным является, но сегодня день особенный. Да, мы еще и мы зашим от людей в профиль. И поездим. Да. Я зашли в ресторанчик. Саша, вон, там, заказал. Саша, что ты заказал? Ну, я не знаю, это как-то как нет, это с мороженым. Это сырский. Вот, а я взяла салатик, гряночки. И еще у нас будет десерт. Мне кажется, мы вообще в первую жизнь заказали десерт. Не впервые? В первую жизнь, да. Я, да. Потому что я его никогда не съедаю. Нам приятного аппетита. Еще раз нас с праздником, кстати. Было очень вкусно, но у Саши в котлете оказался волос. Сейчас мы будем звать официант, смотреть, что из этого получится. Ну, официант тут ни при чем, он же в котлете был именно. Да. Вот. Сейчас будем ждать развязку. И так, мой милый муж, расскажите, чем же решился ваш конфликт? Блюда, естественно, унесли. Мы с учетом вычтали, и дали нам одно блюдо, как бы, бесплатно. Ну, так как я уже довольно много съел, а у нас, что были десерты, то нам их тоже бесплатно будет. Да. Ну, я кушаю в аппетите, вот такие вот симпатичные, с мороженкой. А у Саши какой-то там чешский пирог? Струди. Нет. Это не струди, это какой-то пирог. Ну, не пирог. Ну, вообще, пирог это какой-то. Только больше кусок, однако. Да. Приятного аппетита, Маш. Приятного аппетита. Ребят, у кого есть мысли о том, как начать кушать много, хотя бы в кафе? Надо тренироваться. Паркет. Думаешь? Ну, что, как мне и свой стой? Растягиваться. Растягиваться не сужается. Если мало лезть, не сужается. Если я сужу, тренировки они. Треневки. Во всем мире. В Индии тоже нам тренироваться? Это не просто. Как мы не можем подумать. Ты натренированный? Я хорошо натренировался. Я, в общем, опять отдала свой десерт почти весь Сашке. Но никак в меня не лезет десерты. Мы, в общем-то, встретились с хвостом прямо в розной кафешке. И он нас тренировался домой. Ничего не было. Чтобы подождю начать не левить. Мы уже дома. Мы, в общем-то, встретились с хвостом.